24 января трамваи в Даугавпилсе начали курсировать по четвертому маршруту хлебокомбинат-вокзал-хлебокомбинат. Это позволяет жителям нового строения добираться до центра города и обратно без необходимости пересаживаться на другой общественный транспорт. Длина нового трамвайного маршрута составляет более 6 километров. Четвертый трамвай курсирует один раз в час, совершая в день 15 рейсов от хлебокомбината до Даугавпилского железнодорожного вокзала и столько же в обратном направлении. Продолжительность одного рейса 25 минут. Все люди понимают, что легко запустить маршрутку, немного тяжелее запустить крупный автобус. Но трамвай запустить достаточно сложно. Для этого требуются серьезные вложения. Поэтому, конечно, это для Даугавпилса событие и, конечно, мы рады этому событию. Вторым важным моментом, который мне хотелось бы отметить, является то, что мы развиваем логистику в городе. Как бы там ни было, а возможность попадания из одного района Даугавпилса в другой, напрямую, без пересадок, очень облегчает людям жизнь. И вторым достижением является, конечно, это. Ну и, пожалуй, может быть, самым главным является то, что даже в период кризиса Даугавпилс продолжает развиваться, чему свидетельство завершения вот таких крупных проектов. Даугавпилс Сатекс мы сообщила, что уже в первые два дня жители активно начали использовать новый трамвай. Предприятие прогнозирует, что общее количество пассажиров на этом маршруте может превысить 14 тысяч человек в месяц. До города не добраться ничего. Там уже тоже сократили некоторые маршруты, так что очень ждали. Еще с советских времен ждали, помню. Сейчас в молодости ждали. В предыдущие годы Даугавпилское городское самоуправление реализовало несколько значительных проектов в области развития трамвайной инфраструктуры и продолжает свою работу. В конце прошлого года Даугавпилс Сатекс мы подали заявку в Центральное агентство финансов и договоров на проект «Экологически чистая и интегрированная мобильность в Даугавпилсе». Он предусматривает строительство новой трамвайной линии, которая соединит центр города на участке от существующей трамвайной остановки вокзал до крепости, реконструкцию существующей трамвайной линии на нескольких участках маршрута номер 2 и покупку новых трамвайных вагонов. В то же время продолжается реализация второго этапа проекта развития экологически чистого общественного транспорта в Даугавпилсе, в рамках которого будет построена новая трамвайная линия на участке улицы Вайнодес, которая соединит химию со стропами. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.